Ребята, всем привет! В данном видео открою вам небольшой секрет, ну потому что он уже не работает, поэтому я его вам и открою. И небольшая история о том, как пролюбить, ну примерно 50 долларов из Китая. Ведь мы же все когда-то начинали, собирали простые поделки, мечтали собрать робота и брали за ремонт любой техники. И часто она даже оживала, хотя весь ремонт мы делали с большим количеством ошибок. На YouTube есть юный радиолюбитель Влад, он большой молодец и если он не бросит свое занятие, все у него будет хорошо. Ссылка на канал Влада в описании под видео. Неопытные могут брать с него пример, а опытные могут своим комментарием, каким-то полезным советом подтолкнуть парня в нужное направление. В общем, вот эта вот куча транзисторов, это примерно 50 долларов. Чтобы вы понимали, вот подобный оригинальный транзистор, если его покупать у оригинальных каких-то проверенных источников, у каких-то официальных поставщиков, они стоят очень и очень дорого. И естественно мы все хотим подешевле, но такая у нас натура, потому что ну если есть где-то дешевле, зачем платить больше, правильно? Правильно. Поэтому мы все идем на Алиэкспресс, вбиваем название в поиск и видим, что данные транзисторы стоят новыми в 2, а то и в 3 раза дешевле, чем у официальных поставщиков. Мы естественно думая, что все барыги конченые, хотят на бедных людях заработать, покупаем у работящих китайцев. И кто-то покупает на Алиэкспрессе, а кто еще хочет больше сэкономить, тот покупает на Таобао, используя посредников и платит просто за вес. Вот такой вот, ну в данном случае это мусор. В общем в чем секрет, мы очень много покупали на Алиэкспресс транзисторов, у меня есть коллега, он занимается высоковольтной импульсной всякой техникой, и он их палит просто как муха эти транзисторы. И поэтому он покупает на Алиэкспрессе. И когда мы покупали новые транзисторы, то 99% всех партий, что нам приходили, были вот либо вот такой вот вариант. Это в принципе очень похоже на оригинальный транзистор, но он бэушный, и что выдает, это штампованные лапы, которые очень и очень сильно блестят. Вот к примеру как выглядит новый транзистор, то есть он такой невзрачный, матовый, мутный такой можно сказать, потемневший. А вот как выглядит новый уже китайский транзистор. То есть тут очень хорошо видно, что у него примерно до миллиметра, доходя до корпуса, отрезаны родные лапы, и приварены вот такие вот какие-то плоские, некрасивые, непонятные ноги. Ну это очень-очень хорошо видно, и все это луженое сверху, вот особенно вот здесь вот прям видно переход. То есть они по идее стачиваются вот так вот с одной стороны, и эти сточены с другой стороны, и привариваются какой-то контактной сваркой или еще чем-то. А дело в том, что однажды мы попробовали купить еще более дешевые транзисторы бывшего употребления. Тоже из Китая. Да, они приходили вот с такими вот погнутыми лапами. Вот, кстати, видите, вот я его чуть-чуть согнул, и он, вот смотрите, у меня вот в этом вот месте, где он был сварен, он сломался. Я думаю, вы прекрасно понимаете, что цельный вывод так ровно никогда не сломается. Там всегда будут какие-то заусенцы, замятины, и гнуть его нужно будет раза 3-4, пока он не сломается. Здесь же вот прям видно окисленно все внутри. Вот так вот все было с нахлестом. Но вот как внутри все выглядит, все черное, страшное. Ну, в общем, стали мы покупать именно бушные транзисторы. Да, они приходили с крюченными выводами, да, они приходили полностью в паяльной пасте. Ой, какой в паяльной пасте? В теплопроводной пасте. Но они работали, и их параметры были оригинальные. То есть они выдавали нужные параметры. А что еще нужно для того, чтобы делать какие-то эксперименты? Конечно же, дешевые транзисторы с нормальными параметрами. И вот мы покупали, покупали, и все было отлично. Но в данный момент все это дало сбой. И это очень хорошо видно. Смотрите, что они делают. Они берут полностью, стачивают вот эту вот часть. И потом держат такие болванки. И в нужный момент, когда ты производишь заказ, они тебе лазером наносят нужную тебе маркировку. Ну вот как выглядит оригинальный транзистор. Видно, что маркировка наносится в занижении. То есть там есть такая площадка в занижении. И там уже наносятся маркировки. Здесь какой-то дата-код, либо код производителя. И вот здесь вот очень четко видно, что все сточено до такого предела, что даже вот этого вот дата-кода ничего нет. Ну и также видно, что здесь сами проушины немножко по-другому были сделаны. Но, ребята, почему мы вот так вот попались? Дело в том, что эта схема всегда просто отлично работала. И данные транзисторы, они заказаны с Таобао. И до этого мы всегда просили у человека, который нам заказывает с Таобао, чтобы он нам присылал фото. Он в Китае получал, делал фото, присылал. И если мы находили, что что-то по фото нам не нравится, то есть вот данные транзисторы точно бы не понравились, потому что по ним явно видно, что вот они не оригинальные, другие проушины, что они полностью спилены. То есть это сразу видно, что это перемар. То мы просто отказывались, этот человек возвращал их обратно, и ему возвращали деньги. И он там ставил еще негативный отзыв. Но все было очень и очень много раз подряд, все просто идеально. Схема с бушными транзисторами из Китая никогда не давала сбой. Всегда приходили самые дешевые и самые качественные оригинальные транзисторы, потому что китайцы покупают кучу хлама и все это разбирают. Но вот в данном случае мы понадеялись и сказали уже этому, да не надо фото, не мучайся, не делай нам фото. И он нам перестал делать фото. И вот такие вот транзисторы пришли. Так что Китай, Китай рознь. Имейте в виду, что если вы будете покупать новые транзисторы, то с вероятностью почти 99% вам попадется вот подобный шлак с перебитыми лапами и перемаркированный. Одно дело, если он будет просто с перебитыми лапами, но опять же, если вы покупаете мощный транзистор, у которого там токи под сотню ампер, то вот эта вот сварка, как вы увидели, я только чуть-чуть отогнул, там все черное, там все внутри непонятно, окисленное. Естественно, никакого нормального контакта там не будет. То есть он немножко поработает, потом вы нагрузите устройство, возможно даже на холостом ходе оно у вас будет работать. Потом вы нагрузите, потом еще чуть посильнее нагрузите, у вас вот здесь вот контакт пропадет или будет там звенеть постоянно, из этого у вас вылетит еще что-то. Ну, в принципе, с транзисторами все очень-очень просто. Дело в том, что здесь сопротивление сток и сток мы измеряли, то есть при токе 2 ампера на нем падает аж около 5 вольт, а должно там падать несколько десяток вольта. Понятно, что ты делаешь подобный эксперимент, показываешь им видео, и сразу же спор закрывается в твою сторону. Но в данном случае взяли столба, прошло очень-очень много времени, и уже, к сожалению, ничего сделать не сможем. Поэтому вот глупость, понадеялись, не перестраховались, хотя могли, нам предлагали, давай мы вам еще раз фоткаем их, да нет, все нормально. И вот так вот. Поэтому всегда предохраняйтесь, всегда перепроверяйте, и все у вас будет просто вот так. Пишите о ваших историях покупок вот таких вот компонентов из Китая. Очень интересно. О том, что там вы покупаете БГА, там чипы всякие, мосты, видео-чипы, это уже не интересно, потому что сам покупал, и очень много, хотя очень много и нормального приходит. То есть, лотерея. Но здесь, в принципе, сбоев не было. Первый сбой, первый раз дали слабину, и сбой. Лошары, что поделать. Не забудь поставить лайк и подписаться на канал, и обязательно включи этот чертов колокольчик, который в последнее время не работает. Надеюсь, что видео тебе понравилось, и на канале есть еще огромное количество видео по электронике. Два из них ты сейчас видишь у себя на экране.